Выбор Рязани в качестве одного из основных полигонов для международных армейских игр – большая честь и ответственность. С этого начал открытие масштабного военного конкурса губернатор Рязанской области Николай Любимов. На стадионе «Спартак» стартовали конкурсы для элиты российских войск, десантников и стрелков. Рязанский регион, город Рязань, уже давно является общепризнанной столицей ВДВ. И все жители по праву гордятся этим почетным званием. Если на открытии десантных конкурсов международный характер состязаний подчеркивали переводом на английский, на нем же Николай Любимов завершал свое выступление, то в Дягилево речь Анны Росляковой дублировали на китайском. Сборная КНР – полноправный участник армейских игр и авиадарца. Готовят сюрпризы. Седьмой год подряд мы принимаем масштабные соревнования, которые служат развитию партнерских отношений по имя мира и безопасности. В этих международных соревнованиях принимают участие наши друзья, наши партнеры и наш союз. Китайские летчики будут выступать впервые на самолетах «Дзянь-16Б». Самолет представляет собой, скорее всего, глубоко модернизированный самолет Су-30 МКК. Но двигатели свои, боеприпасы свои. Причем боеприпасы мы такие у них видим впервые тоже. Условно впервые в «Рязанское небо» поднимутся и белорусские летчики. На прошлом этапе их не было, но «Рязанское небо» опытные пилоты уже изучали раньше. В программе семь номинаций, насыщенных сложными элементами пилотирования, боевого применения, авиационных средств поражения. Боевое применение мы выполняем с двух заходов, стреляем, пускаем нары и непосредственно стрельбаясь в пушки. У нас стоит пушка выше от 2-3, и с нее выполняем применение. Подготовка у нас, как правило, начинается за полгода. Как говорится, растаял снег, и началась суровая подготовка. Также готовятся у нас тоже специальные щиты, наподобие щитов, которые находятся на полигоне Дубровича. И относительно их осуществляем подготовку. Также у нас военно-транспортные метрористы готовятся к так называемым ПСР. На заключительном этапе конкурсных заданий немного усложнили для эффектности и эффективности. Обязательно воздушный бой парами сделали, что касается истребителей. Цели немножко сделали более характерными, но это не значит, что в них попасть будет гораздо проще. Летчикам предстоит соревноваться в нескольких элементах. Визуально-воздушная разведка, техника пилотирования, навигация. А вот боевое поражение наземных целей станет финальным этапом. Максим Васильев, Валерий Сыдов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует... Продолжение следует...